В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Прибывающие в субъект граждане должны предоставлять либо паспорт вакцинации, либо справку о перенесенном заболевании COVID-19, либо документ с результатами ПЦР-тестирования. В связи с этим у населения появляются все больше вопросов. В числе самых популярных – о режиме самоизоляции по прилете. Ответы на них в ходе прямой линии озвучили руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Елена Левина и заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлана Брылёва. В связи с большим количеством привозных случаев ковида из-за пределов округа в регионе был введен эпид-контроль на въезде. Самый крупный поток прибывающих граждан находится в аэропорту Наринмара. Периодически в воздушной гавани случаются сбои в работе пункта приема ПЦР-тестов. Этот вопрос стал одним из самых популярных среди жителей. Мы просим отнестись с пониманием к этой ситуации, потому что сейчас реально кадровый дефицит очень жесткий. У нас все медицинские работники максимально, сколько возможно, задействованы для оказания медицинской помощи. Те специалисты, которые тесты забирают в аэропорту, они также обеспечивают забор тестов у лиц, которые находятся на самоизоляции, которые находятся на карантине, и те, которые болеют. Поэтому периодически бывает, они задерживаются, не успевают подъехать вовремя к аэропорту, чтобы забрать тест у тех, кто приезжает. Но у нас не исключается возможность жителей, которые не смогли сдать тест в аэропорту, сдать его в поликлиниках. Следующий вопрос – сдача ПЦР-тестов по прилете в Ому, Несь и Нижнюю Пешу. Сейчас такой возможности у жителей и гостей этих населенных пунктов нет. Мы разговаривали с нашими сельскими поселениями буквально два дня назад. Проговорили тот момент, что неудобно передавать Эппендорфы для забора этих тестов в населенные пункты. Люди очень много теряют времени, пока самолет прилетит, привезет эти материалы, пока они их заберут, отправят. Было принято решение, что те лица, которые проживают в сельском месте, будут сдавать экспресс-тесты. Сейчас идет процесс закупки этих тестов и направление их в населенные пункты. То есть точно так же не будут тестироваться. Если нет возможности сдать тест, то тогда самоизоляция. Но взяли отметы, что у нас в населенных пунктах, особенно Нижняя Пеша и Ома, там очень высокий процент вакцинированных. То есть там практически люди проходят без режима самоизоляции. Это только касается гостей и тех, кто не смог вакцинироваться по каким-то причинам. Для тех, кто пребывает в Ненинский округ по реке, по словам Елены Левиной, организован только контроль справок. ПЦР-тестирование не проводится. Учитывая, что мы не можем четко следить, когда баржа приезжает, первые дни, когда выезжали, тоже сегодня на шарбе будем обсуждать, что у нас медики в холостую проставят по три часа, ожидая, когда баржа придет. Поэтому предлагается оставить там только пункт по проверке документов и выдачу уведомлений. И в случае, если уведомление будет выдано, то лица могут сдать тесты в поликлиниках города. Не обязательно уже на пункте, в месте причаливания баржи. То есть это будет намного удобнее всем. То есть мы и медиков не будем отвлекать, и время у людей задерживать на сдачу теста на улице. Много вопросов поступило в части оказания плановой медицинской помощи. Сейчас приемы узких специалистов приостановлены. Платные медицинские осмотры у нас пока остановлены. Платно оказываются услуги только лицам, которые впервые трудоустраиваются, и тем детям, которые идут в учебное заведение. То есть для них все открыто, они у нас получают свои справки. Плановая медицинская помощь пока у нас приостановлена. Пока планируем еще две недели в таком режиме прожить, потому что ждем выхода наших докторов, которых отозвали из отпуска, и те, которые плановые отпуска свои заканчивают. В поликлиниках работают неотложные кабинеты. Со всеми неотложными состояниями можно обратиться в эти кабинеты. Либо скорая медицинская помощь, если острое развитие заболеваний. Интересовались жители Ненецкого округа и числом граждан, которые прошли вакцинацию, но все равно заболели ковидом. У нас на сегодняшний день, по сегодняшней статистике, вакцинировано 13 535 человек. Заболевших среди них всего 119 человек. Это 0,8%. То есть вакцина работающая, тут даже спорить ни с кем не буду. Те лица, которые у нас сейчас находятся в стационаре, там есть, по-моему, 2 или 3 человека, которые прошли только первый этап вакцинации. Их вакцинировать нельзя. Законченным этапом вакцинации на сегодняшний день в стационаре пациентов нет. В завершении прямой линии Елена Левина и Светлана Брылева обратились к жителям и гостям Ненецкого округа с просьбой не забывать о мерах предосторожности. Хочется обратиться к жителям с посылом, что все-таки, как бы ни складывалась ситуация, нужно соблюдать меры предосторожности, соблюдать мазочный режим, соблюдать социальную дистанцию и более терпимо относиться к нашим медицинским работникам. Потому что заболевших на сегодняшний день очень много. На молотворном лечении находится порядка 250 человек. И обслужить всех в один день и в час обращения – это просто невозможно. Поэтому призываю всех к терпимости и уважительному отношению к нашим медикам, которые сейчас работают в очень и очень напряженном режиме. Я хочу поддержать Лену Степановну. Мы на данный момент должны понимать, что эпидемиологическая обстановка в округе, она действительно очень серьезная. И поэтому каждый на данный момент должен соблюдать те меры, о которых постоянно мы говорим, для того, чтобы улучшить нашу эпидемиологическую обстановку и сохранить свое здоровье и здоровье своих близких. Елизавета Кабанова, Владислав Носкин, Антон Водряков, Телеканал Север.